Владимир Калинин все свое свободное время проводит на Воронежских озерах, живет в доме напротив. Поэтому каждый день наводит здесь порядок. Вот и выходные присоединился к посадке Липовой аллеи. И это не единственное изменение, которое произойдет в парке в ближайшее время. Парк будет очень красивый, будут дети отдыхать, построить новую площадку детскую, спортивную площадку, игровую площадку. Старикам, нам, пенсионерам, будет сесть на лавочки, отдохнуть, послушать музыку. Молодая Липовая аллея появилась между Верхним и Средним озерами. По 25 деревьев в каждом ряду. Свой саженец по-хозяйски посадила глава города. Рядом лопатами орудовали местные жители, активисты ОНФ, сотрудники теплоэнергетической компании и их семьи. Очень хорошо, когда работники выходят, вместе объединяются с детьми, показывают детям, как необходимо смотреть за тем местом, где они живут, как необходимо за ним ухаживать, как необходимо его преобразовать к лучшему. Реабилитация Воронежских озер продолжится и дальше. Олег Фурсов подчеркнул, новый парк – это не кабинетный проект городской администрации. Местные жители здесь – главные ландшафтные дизайнеры. Люди хотят дополнительно видеть здесь объекты, такие инфраструктурные. Поэтому глава района промышленно установил срок 15 ноября, до которого все предложения от жителей будут переданы, обобщены. И дополнительно проект будет рассмотрен. Мы парк полностью здесь реконструируем. Это будет еще одним местом, замечательным местом для отдыха горожан. Модернизация Воронежских озер стартовала весной. Во время субботников вывезли 5000 кубометров мусора. Очистили Нижнее озеро и запустили Карпов. Теперь появилась и Липовая аллея, которую местные жители назвали «Аллея тепла». Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. А теперь делаем так. Потрясли руками. Спасибо.